Просветление — наипростейшее из всего, что может быть сделано в этом мире. Ни оков, ни свободы. Да будет мир среди всех существ во Вселенной. Да будет мир, да будет мир. Ом, шанти, шанти, шанти. Намаскар, наваскар. Добро пожаловать на сатсан. Просветление. Просветление невозможно, пока здесь пока здесь есть Я. Единственная помеха — это Я, потому что миллионы, миллиарды желаний собранные вместе стали этим Я, которые накапливались веками. Так что это Я — это единственная помеха в достижении просветления. Я — это единственная помеха. И вы можете внезапно осознать себя. Вы можете увидеть свою красоту, тишину, покой мгновенно, если на какое-то время вы отойдете от этого Я. Как это сделать? Это не сложно. Просветление — наипростейшее из всего, что может быть сделано в этом мире, потому что это здесь и сейчас. Вам не нужно никуда идти. Так что как быть просветленным? Просветление — это вопрос. И как избавиться от этого Я? Просто и, как я вам сказал, миллионы, триллионы желаний, собранные вместе, стали этим Я. Так что единственное препятствие только это Я между вами и счастьем, и свободой. Если вы отойдете в сторону от этого Я, вы свободны. Как сделать это? Возьмите одну мысль. Мысль и ум разницы нет. Ум и желание нет разницы. Когда нет желания, в уме нет и ума. Желание — это и есть сам ум. И мысль — это и есть сам ум. И ум — это и есть само прошлое. Так что возьмите любую мысль. Когда вы смотрите на эту мысль, возьмите любую мысль сейчас, которая перед вами. и не может быть никакой другой мысли, кроме которая сейчас. И эта мысль сейчас, это мысль Я. Это тоже мысль. Так что смотрите на эту мысль. Следите за этой мыслью. И если вы будете следить за этой мыслью, сразу же не слушайте, делайте это. Или если вы хотите слушать, есть еще один способ слушания, не ушами. Совершенно не ушами. Это не какое-то слушание. Откройте уши своего сердца. И дайте одному слову попасть в сердце. И работа завершится навсегда. Теперь следите за этим Я. Если вы делаете это, мысль исчезает, ум исчезает, Я исчезает. Делайте это. И если что-то не получается, вы можете задать вопрос. Пожалуйста, подходите, сядьте передо мной, и мы поговорим. Если что-то не получится. Но следите за этим Я. Смотрите за этой мыслью. Сразу же. Наблюдая, происходит раскрытие источника. Я исчезнет. Ум исчезнет. И то, что вы не знали до этого момента, раскрывает себя себе, потому что здесь нет наблюдателя, и нечего наблюдать. Так что просветление это это то, что раскрывает само себя, самому себе, внутри самого себя. Нет никого, чтобы достигать это. Нет никого, чтобы обладать этим. Это не какой-то объект, который вы получите от кого-то. истинно. должны полностью уйти со сцены. И это ты, меня, я, он, она, или кто-то еще. Это только концепция. Я, он никогда не существовали. только когда ты наблюдаешь за этим, только тогда ты видишь это. В конечном счете, истина, истина в том, что ничего никогда не существовало. Все это тишина. Все это было тишиной. И ваше каждодневное переживание после того, как ты отказываешься от своего состояния бодрствования. И в конечном счете, когда ты возвращаешься в кровать, внезапно все исчезает. Нет здесь ни тела, ни ума, ни чувств, ни мира, ни небес, ни богов, ни практик, ни оков, ни свободы. ни буддх, ни учеников. Все есть тишина, все есть единство, все есть целостность. Так что это ваша концепция. Я связан. Вы должны стараться быть свободными. И самый безопасный и быстрейший способ быть свободным — это просто наблюдать за умом и исчезнуть на какое-то время. И это называется свободой. Мудрецы говорили это. Кабир также говорил так. Кабир говорит мгновение времени, половинки мгновения времени, половины и половинки мгновения достаточно, чтобы освободить себя. Вот что он говорит. И мы должны поверить этому человеку. Этот человек был неграмотен. Как он говорит, он никогда не касался чернил на бумаге. Он не ходил в школу. И он говорит, вот столько времени, если вы потратите совершенным учителем, послушайте его. И эта половинка секунды, половинка половины секунды освободит вас. вот что он говорит. И он бродил по переулкам и спрашивал людей, стоя ух дверей, вот в моей руке фонарь. Выходите. Я дам вам просветление. В моей руке фонарь. Выходите. и я дам вам просветление. На самом деле в его руке было зажженное полено. Я сожгу ваш дом. И люди боялись его. Он был из Варанаси, очень близко к тебе, там, где он родился, жил и умер. он жил в Варанаси. И этот человек говорил всем, никто не вышел из своего дома за свободой. Кто хочет свободы? Никто не хочет свободы, понимаете? У него была одна семилетняя дочь. Ее имя Камали. И она сказала, «Папа, 500-600 человек приходят на Сатцайнг, но зачем они приходят?» Конечно, они приходят все ради освобождения. Я не верю, папа, что они приходят за этим. Столько людей приходят за освобождением, но это невозможно. Эта семилетняя дочь боролась со своим отцом. Тогда зачем они приходят? «Зачем они приходят?» «Должно быть, они приходят в 4 утра зимой, другой причины быть не может. Но, конечно, мой дорогой папа, они за свободой. Может быть, за чем-то еще». Эта девочка была очень озорной. На следующий день она стояла снаружи этого Сатцанг-бавана, где проводили Сатцангем и говорила каждому участнику, который приходил. «Сегодня мой отец сказал, сначала он проведет собеседование у ворот и затем впустит искренних людей на Сатцанг. И вот у меня в руке нож мясника. Ложитесь, я отрежу вам голову, отнесу ее моему отцу, и он задаст вам пару вопросов. И если он разрешит вам, вы сможете войти. И это очень острый нож, никакой боли не будет. Вот бревно, просто прилягте, сразу же я отрежу вам голову и отнесу ее. И один за другим они говорили, «Нет, нет, сегодня нам нужно пойти в суд, так что мы хотим просто его благословения, чтобы пойти туда, а потом у нас мы хотим его благословения, но достаточно благословения снаружи. Другой участник пришел, у нашей дочери будет свадьба и намечается празднование, поэтому мы хотели бы его благословения». Каждый говорил подобное. Никто в зале не было. и Кабир вышел и сказал, «Никто не пришел». И он видел свою дочку, которая стояла там, и он сказал, «Что ты делаешь?» И она сказала, «Я тебе говорила, никто не приходит за свободой». «Что ты наделала? Посмотри, посмотри». «Послушай, я сказала каждому, мой отец сначала приведет собеседование, и затем он допустит тебя на сетцанг». И все испугались этого. Они сказали, «Мы открываем бизнес и хотим получить благословение». Так что все пришли за какими-то благословениями, за звенитбой. Не так ли? Много чего происходит здесь. Одно мгновение времени достаточно. Я продолжала говорить это, и они ушли. «Кто пришли за свободой?» «У людей нет времени на свободу», сказала она. Так что я просто хотел устранить их голову, не отрезать их голову, устранить их эго. Отрезание головы означает только устранить их эго. Я не собиралась отрезать их головы, но они так испугались. Так что значение этой истории оставьте свою голову снаружи, снаружи зала, и затем слушайте. Не пытайтесь понять, что говорится. Вы будете пытаться понять умом, и эго возникнет, и эго поглотит все учение, и вы скажете, «О, я понял, вот и все». Не пытайтесь понять. Дайте этому попасть прямо в десятку, и вы сделаете хороший выстрел. Субтитры